Руководитель администрации Люберецкого района Ирина Назарева совместно с представителями здравоохранения проинспектировали работу колл-центра. Томилина стал первым среди городских поселений, где заработала эта служба. Сделать запись на приём к врачу удобной и быстрой – вот главное цель нововведения. Если, конечно, мы сейчас завяжем колл-центр, например, где мы находимся с вами, поликлиники на весь район, то есть он будет обслуживать весь район. Колл-центр, который находится в Люберецкой районной больнице номер 2, поликлиническое отделение, центральное поликлиническое отделение на Октябрьской валюты 116, он завяжет город весь. Только взрослое население. И детское население у нас в поликлинике на Попротивов, дом 11. Там будут завязаны все детские поликлиники, которые будут обслуживать. Удобство будет. Уже на следующей неделе Томилинский колл-центр будет принимать звонки из Красково, Малаховки и Октябрьского, что позволит жителям по одному звонку записаться к необходимому специалисту в любом из городских поселений, а также вызвать врача на дом. Установлены компьютеры, отремонтированы помещения, обучены операторы, установлены специальные программы. Поэтому, в принципе, проведена большая работа. Это целая система работы Московской области. Эти работы проводятся по программе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. И все поликлиники должны соответствовать утвержденному на областном уровне стандарту. Стоит отметить, что с появлением нововведения у пациентов остается право выбора. Теперь попасть к врачу можно через регистратуру, интернет или звонок в телефонную службу. Это позволяет, поскольку все компьютеры соединены с программой, позволяет определить, какой врач работает, какой режим у него работы и какое количество свободных талонов. В Люберецком районе сегодня существует еще проблема врачей и узких специалистов. Мы над этим работаем. Городской Люберецкий колл-центр, который обслуживает поликлиники ЛРБ номер 2, работает уже неделю. В день специалисты принимают около сотни звонков, что говорит о том, что нововведение является востребованным у населения. С января 2016 года в поликлиниках планируется провести систему электронных карт пациентов, что позволит облегчить консультации с врачами даже в режиме онлайн.